А скажите, пожалуйста, ваша дружба с США, как на вас ощущать? Как это повлияло на вашу жизнь? Замечательно повлияло. Если бы не Соединенные Штаты, территория Украины была бы оккупирована либо полностью, либо большая часть бы. Надо. Мы с вами получаем. Они живыми воюют. Вы для них как игрушки. А, это как? Ну как? Вы как игрушки для них. Из-за чего война? Ну ты подумай. Ну ты сам ты говоришь, подумай. Я честно, я... Просто так мы пришли воевать, что ли? А зачем вы пришли воевать? Мы просто так, просто так, просто собрались и пришли просто воевать. А зачем, по-твоему? У вас территорий забирать. Здравствуйте. Привет. Есть вопрос серьезного характера. Давай, говори. Смотри, я сейчас новости ваши смотрю. И вот Путин, видишь, говорит... ...партнером России в Центральной Америке является Гондурас. Будем и далее развивать с этой страной политический диалог. Ну, короче, у вас экономический партнер, важный партнер для России, Путин заявил. Это Гондурас. А у меня два вопроса. А как же Эритрея? Типа, кто главнее? И как влияет ваше партнерство с Гондурасом вот на жизнь простых россиян? Насколько легче стало жить из-за партнерства такого? У меня ничего не поменялось. У меня все нормально. Так как? А Гондурас? Все хорошо. Какой Гондурас? Ну, Путин говорит, что важный партнер, важнейший партнер для России, это Гондурас. И не знаю, что ты там смотришь. Так вот, смотри, Путин, а еще раз, смотри. ...партнером России в Центральной Америке является Гондурас. Будем и далее развивать с этой страной политический диалог. Ну, у вас политический диалог какой-то. Важно быть, у вас какая-то экономическая сотрудничество, какая-то связь экономическая появилась с Гондурасом. Товары какие-то, возможно, вы покупаете. Что Гондурас вам поставляет? Ну, что попало, несешь. Это не я, это Путин. Причем здесь я вообще? У социальной сети пересмотрел всякие ролики и все, и показываешь. Так это Путин новости. Это Путин, вот ваш же Путин, говорит. Россия-1. Да, 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 да. Россия-1. Что еще? Так я же спрашиваю у россиян, как влияет взаимоотношение с Гондурасом на жизнь простых россиян? Насколько позитивно? Как ты можешь оценить сотрудничество? Смотри, можем загуглить даже Путин. Я объясняю гондурасов никаких, я не знаю, ты что говоришь, по какие-то гондурасы. Я тебе объясняю. Моя жизнь вообще ни в чем не повлияла. У меня все нормально, все хорошо. Так это два дня назад, смотри, где послы 17 стран прибыли к Путину. Ты вообще новости смотришь, ты интересуешься вообще политикой? Как можно жить? Как, ну как, можно жить без политики? Как можно жить без политики? Ну как, война идет, ваша страна воюет с НАТО. Ну как, а ты не интересуешься? У НАТО жива, помогает, е-просто-то. НАТО, мы с вами получаем, они жива и воюют. Вы для них как игрушки. А, это как? Ну как, то они, вы как игрушки для них. Они получается, вам говорят, а вы просто идете как пушечное мясо. Куда идете? В смысле, куда идете? Куда? В Россию? Ну подумай. Ну да. Ну воевать идешь ты, е-просто. Так, а где, причем здесь это? Мы же защищаемся на своей территории. Причем весь Россия? Я тебе объясняю, они же вам помогают. Ну, помогают защищаться. Так логично. Нет, если бы они не помогали, мы бы проиграли уже давно. Ну логично. Они нам помогают, конечно, а что тут плохого? А Гондурас? Я тебе объясняю. Я тебе объясняю, почему вообще эта война вообще появилась? О, ты умный, я вижу, ты умный парень. Объясни, из-за чего? Из-за чего война? Ну ты подумай, ну ты сам ты говоришь, подумай. Я честно, я... Просто так мы пришли воевать, что ли? А зачем вы пришли воевать? Ну просто так, просто так, просто собрались и пришли просто воевать. А зачем, по-твоему? У вас территорий забирать. Видишь, как все сложно. А как ты сам понимаешь, а зачем вы тогда пришли воевать? Нет, ну ты объясни, ты объясни. А, я думал, просто пришли воевать, территорию забирать. Просто пришли и все, что ли? Ну зашли с танками, стреляйте ракетами, территории забираете. В этом же цель. А какая у вас цель? Какая цель? У нас цель, получается, вот ваш президент, если бы вообще бы это не было войны, если бы он вась-вась с этими американцами, с НАТО бы не было, все такое. Ты понимаешь? Получается, вы на Россию бы все поставили оружие, ну рядом с Россией. Понимаешь? А, типа мы бы, если бы вы не напали, мы бы вступили в НАТО, ты имеешь в виду? Ну, в Моши, да. Ну. А почему же вы на Финляндию не напали? Она вот два дня назад в НАТО вступила. Два дня назад в НАТО вступила, да я откуда знаю, как... В Финляндию. Я откуда знаю? Ну я тебе говорю, Финляндия вступила в НАТО. Ты представляешь себе, где Финляндия, ну Ленинград вообще город, знаешь где, там его видно, Финляндию. Ты понял, да? Теперь у вас Финляндия член НАТО, теперь еще ближе НАТО к вашим границам, к Петербургу, чем было до войны. Так зачем же тогда вы напали на Украину, если надо было на Финляндию нападать? Первоначально мы не нападали на Украину, мы помогали, помогали, что у вас войны действия там шли еще до этого. Что? Ты меня запутать хочешь, что это... У него почти получилось. Причем здесь это и Финляндия? Гондурас? О боже, как вообще все сложно. В этой геополитике пока разберешься, мозг закипит. Новости ваши читаю. Вы читаете ваши новости? И о чем там пишут? Ой, а Путин осмотрел. Оказывается важным партнером для России... Вот, видосик, смотрите. Важным партнером России в Центральной Америке является Гондурас. Будем и далее развивать с этой страной политический диалог. А как же Эритрея? Здесь сложно понять, кто у вас главный партнер. Эритрея или Гондурас? Как вы считаете? Ну, как вот вы ощущаете дружбу и партнерство с Гондурасом? Как она сказывается, эта дружба и партнерство на вашей жизни? Насколько позитивно это партнерство? Экономически вот как-то складывается? А скажите, пожалуйста, ваша дружба с США, как на вас ощущает? Как это повлияло на вашу жизнь? Замечательно повлияло. Если бы не Соединенные Штаты, территория Украины была бы оккупирована либо полностью, либо большая часть бы. Соединенные Штаты оказывают нам финансовую поддержку? Буквально физически. А вы мне не даете сказать? Чего вы мне не даете сказать? Мы начали дружиться с Германистатами, стало много ваших погибать. Понимаете? У вас отток населения огромный и много погибло благодаря Соединенным Штатам. Не благодаря Соединенным Штатам. А, к сожалению, из-за Российской Федерации. Если бы не Соединенные Штаты, мы бы не получали такую финансовую поддержку. Вообще, в целом, финансово-экономическую. Это не обязательно финансовая поддержка. Просто вот вам денег. Это еще и экономическая поддержка. Дипломатическая поддержка. И что самое важное в условиях войны, военная поддержка. Это же поставки боеприпасов, военной техники для защиты территории. У нас этого недостаточно. Мягко говоря, у нас практически этого нет на сегодняшний день. И ракетные системы, и комплексы противовоздушной обороны. Ну, а как? В смысле, Соединенные Штаты? Естественно. А вот интересно бы послушать его про Гондурас. И про Эритрею. Вот, вот, жаль он отключился. Может, ему нечего сказать? Сейчас найдем, кого никто точно расскажет. Вот точно расскажет. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, о чем пообщаемся? Я с россиянами обсудил уже все бы на свете. Хочу какую-нибудь тему интересную. Жгуманит. Далее, какую-нибудь интересную тему. Давайте на хорошую интересную тему. Как вы считаете, Россия воюет с Украиной? Поскольку я страна заинтересованная, я есть украинец, я есть переселение, я луганчанин, то, скорее всего, моим словам, можно и не доверять. Ну, а сколько они не объективны. Возможно, у меня потенциал и так далее. Я же не могу быть объективным. Для того, чтобы определить, воюет она или не воюет, нужно брать мнение незаинтересованных сторон. Незаинтересованная сторона – это отчеты ОБСЕ, это Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Ну, вода вода. Или организация объединенных наций, как самая незаинтересованная сторона. Вы же изучили все документы ОБСЕ, незаинтересованных, допустим, штатов Америки, незаинтересованных других европейских стран. Вы же все изучили и можете какой-то свой вывод сделать? Ну, я делаю вывод на основании этих фактов однозначно. О чем говорит даже отчет Международного уголовного суда в ГААГе о том, что имеет место быть международный вооруженный конфликт на территории Украины, на территории сейчас частично оккупированных Луганской и Донецкой областей. Об этом говорят все. Об этом говорит правительство практически всех стран мира стивилизованных. Вы же знаете, что это гражданский конфликт? Я утверждаю, что это гражданский конфликт. Да, вы сказали, что там заинтересован, там несколько стран и все остальное. Вот я просто помню, что там нет заинтересованных стран. Я говорю, что я, если верить мне, то я могу быть заангажированной лицом. На территории России, когда царя как раз убили, и началась гражданская война. И там воевали и американцы, и англичане были, и французы. Очень много стран участвовало на территории Российской Федерации. Про французов интересно. Когда французы там принимали участие? Французы заходили, да, и там у Чехии были, и куда заходили? Они заходили вместе с американцами в районе Архангельска. Французы заходили в районе Архангельска? Да, да. Причем здесь это? Ну, было такое, да. Какие можно провести аналогии? Я говорю о том, что все-таки была гражданская война на тот момент на территории России, или это было эти буриканы? Мы говорим про введение контингента, мы говорим про введение контингента, незаконное введение вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Про агрессивные действия, мы говорим про агрессию. Есть же резолюция ООН, есть определение слова «агрессия». Ну, то есть, чтобы не говорил Луганский-то голословно, типа «Российская Федерация – государство-агрессор». ООН давным-давно определила, какие должны быть критерии для того, чтобы можно было кого-то назвать агрессором. Я, например, на сегодняшний день считаю, что этих критериев недостаточно, что нужно расширять их. Но даже имеющихся, принятых еще в 1973 году, достаточно для того, чтобы определить Российскую Федерацию как государство-агрессор. Блогеры украинские. Реально, да. То есть, он чешет вообще прям четко. Я просто сейчас разговариваю со своей девушкой, она находится в другом городе. И она у меня в наушниках. Она вас слушает. И, честно говоря, у него ушки в трубочку заворачивается. Это хорошо. Пусть послушает. Очень классно. Грамотно поставлены. Вы читали определение? Читали ли вы определение понятия агрессия? В интерпретации организации объединенных наций? Ну, поскольку другого определения нет, не существует. Подпадает ли Российская Федерация под понятие государства-агрессора или нет? Давайте прочтем. Это интересная тема. Не подпадает? И вообще ни в коем случае не попадает. Так давайте вам прощим. Потому что если бы вдруг у мирового сообщества были бы какие-то причины Российской Федерации в чем-либо наказать за какие-то агрессивные действия, я думаю, она была бы наказана уже. Я сейчас вам могу доказать, во-первых, что Российская Федерация является государством-агрессором, а во-вторых, что ее за это наказывают. Смотрите, вот передо мной определение агрессии. Это утверждено резолюцией 3314. Если вы будете говорить параллельно, у нас не получится диалог. Я же не могу выключать вам звук. Нет, я просто, я не знаю, своей девушке, короче, кто вы есть на самом деле. Я понял. Вы уже ей сообщили в первом предложении, этого достаточно, пусть дальше просто слушает. Вы можете сюда показывать свои бумаги. Это не моя бумажка, это резолюция Организации Объединенных Наций, которая дает определение агрессии. Генеральная ассамблея установила. Я бы лучше поверить вот этой бумажке, которая спечатана там. Это несложно проверить на официальном сайте Организации Объединенных Наций. Абсолютно несложно. Здорово. Если бы вот ваш экран поделиться напополам, с одной стороны вещали бы вы, с другой стороны мы бы видели сайт Организации Объединенных Наций. Наверное, было бы хорошо, но такой возможности нет ни у вас, ни у меня. Чет рулетка не позволяет так делать. А так вы можете причесывать сколько угодно. Мы можем этот вопрос решить очень легко эту проблему. Если у вас есть под рукой какой-нибудь компьютер, или дополнительно смартфон, или какой-то ноут, или еще соседнюю вкладочку вы можете открыть. Вы можете открыть и почитать определение агрессии статья номер 3. Откроете ее. И там черным по белому написано, что любое из следующих действий, любое, причем, независимо от объявления войны, является актом агрессии. Когда увидите Украину в Россию. Просто она уж напала на Украину. Вы хотите послушать определение агрессии или нет? Я услышу ваши прогнозы. Я вам могу сейчас объяснить, вы задали вопрос про агрессию и про наказание. Предлагаю, говорю, по очереди сейчас вы говорите, или я? А сейчас я говорю, когда победит Украина, Россия. Когда победит Украина, Россия. Теперь я говорю. Теперь я говорю. Смотри. Да, говорите, как статья. Статья номер 3. Вот это и резолюция организации объединенных наций. Указано, что же является. Если мы договорились не перебивать друг друга, то мы не перебиваем друг друга. Это же не сложно. В статье номер 3 указано, что независимо от объявления войны, считаться агрессором будет государство, которое совершает любое из следующих действий. То есть любое. Первое, второе, третье, А, Б, пункт, С и так далее. Пунктов здесь много. Пунктов здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пунктов. Любое из этих пунктов. А если я зачитаю, что одним из пунктов является блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства. Российская Федерация блокировала нам порты? Блокировала. Это была блокировка в Крыму. Если мы говорим, что применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством. То есть ваши дислоцирующиеся в Крыму войска, они были там, находились по соглашению с нашим государством. Но в нарушении условий, предусмотренных в соглашении, не предусматривало соглашение использования ваших войск для блокировки портов или для захвата вооруженного Верховной Рады Крыма. То есть это акт агрессии. Однозначно это акт агрессии. И самый важный пункт, последний. Засылка государством или от имени государства вооруженных банд. Это Гиркин, Стрелков. Он был вооружен и их заслали в город Краматорск. И регулярных сил ли наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства. То есть первое, что я хотел вам сказать, а вы спросили, не даете мне сказать, перебивайте. Это говорит о том, что ваше государство агрессор. Это легко доказывается, если вы откроете и прочтете определение агрессии, которое утверждено резолюцией 3314 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 14 декабря. Что же тут сложного? Когда Украина победит Россию? Отвечаю вам на вопрос, когда Украина победит Россию. Во-первых, необходимо всему мировому сообществу, что сегодня в принципе и происходит, признать Российскую Федерацию государством агрессором, государством оккупантом. Что признано? Для того, чтобы повлиять на вооруженный конфликт, который является войной на территории Украины, такие государства, как Франция и Германия выступили посредниками в переговорном процессе между Украиной и Российской Федерацией. В Минске был проведен такой сложный раунд переговоров между государствами. Франция и Германия выступили государственными посредниками в переговорном процессе. По итогам переговоров были подписаны так называемые Минские соглашения, комплекс Минских соглашений. Участники трехсторонней контактной группы, это ОБСЕ, Украина и Российская Федерация, подписали и взяли на себя обязательства согласно этих Минских соглашений. Ни Франция, ни Германия не подписывали эти соглашения и подписали участники трехсторонней контактной группы. Это Украина, это ОБСЕ и Российская Федерация. Российская Федерация взяла на себя обязательства незамедлительно и всеобъемлюще прекратить огонь. Еще с 2015 года, с 15 февраля не выполняет эти соглашения. За что? Получает от Европейского Союза, от всех развитых экономически цивилизованных стран санкции экономические, санкции секторальные, которые влияют на целый сектор российской экономики. В первую очередь это финансовые санкции. Европейский Союз единогласно продлевает каждые полгода санкции в отношении Российской Федерации и еще добавляются санкции в отношении России от Соединенных Штатов Америки. В итоге что мы имеем? Санкционное давление позволяет нам на сегодняшний день вооружать нашу армию и усиливать давление на Россию в военном смысле слова на фронте, а экономика России дохнет. Вы голожопая, не развитое государство на сегодняшний день в экономическом смысле слова. И уже у вас на сегодняшний день по состоянию на март 2021 года минимальная заработная плата в Соединенных Штатах, вообще даже про это речь идет, в России, минимальная зарплата, минимальный размер оплаты труда ниже, чем в Украине. Мы уже являемся экономически более развитым государством. Вы нищие. Поэтому развал России неизбежен. Военным путем освобождать территории нам невыгодно, поскольку мы не находимся на той стадии развития, как Российская Федерация, которая готова уничтожать города полностью. Мы добьемся санкционного давления на Россию, как в свое время такое же санкционное давление оказывало Соединенные Штаты и Европа на Советский Союз, который благополучно развалился и при этом не пострадал ни один военнослужащий Европейского Союза или Соединенных Штатов. А теперь вы говорите, я вас не буду перебивать. Слушателям, прочитай второй пункт Минских соглашений. Открываем второй пункт Минских соглашений. Вообще никаких вопросов. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности. И мы здесь считаем, что же нам нужно отвезти. И нужно отвезти здесь, вот у меня выделено отдельно маркером, ракетную систему залпового огня на 140 километров, которая называется Торнадо-С. Это если мы говорим про Минские соглашения, так называемый Минск-2. А если мы откроем Минские соглашения первые, то мы увидим, что нужно отвезти не только Торнадо-С, а вот в четвертом подпункте. Нужно отвезти Смерч и Ураган, но это понятно, это старые советские образцы ракетных систем залпового огня. Но здесь что интересно, мы видим, что Торнадо-Г нужно отвезти на 40 километров, Торнадо-У на 70 и Торнадо-С на 120. И внимание, вопрос. Кто же должен отвезти ракетные системы залпового огня Торнадо-Г, Торнадо-С и Торнадо-У, если они находятся исключительно на вооружении Министерства обороны Российской Федерации? И для этого ответ очень прост. Я для этого завел даже целую вот такую вот деревянную руку, чтобы объяснять, кто же является участниками конфликта. Есть трехсторонняя контактная группа. И даже в подписях Минских соглашений указано, участники трехсторонней контактной группы. Раз подпись, два подпись, три подпись. Является три стороны. В трехсторонней контактной группе есть три стороны. Первая сторона. Это Украина, как участник конфликта. На нас напали, мы защищаемся на своей территории. Это Украина. Есть. Страна посредник, которая не является участником конфликта. Это ОБСЕ. Это организация, которая признана мониторить ситуацию. Это ОБСЕ, которая тоже является подписантом Минских соглашений. Ее присылили, подписал. И третья сторона, как это не странно звучит для россиян, это Российская Федерация. Третья сторона, которая подписала Минские соглашения, является третьей стороной в трехсторонней контактной группе. Это Российская Федерация, которая, к сожалению, нашему, к сожалению, мирового сообщества не выполняет соглашения, которые приняло на себя, свои обязательства, которые приняло на себя в Минских соглашениях. За что и получают санкции. И продлеваются санкции каждую полгода Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Вот, собственно, и все просто. Что же тут сложного? Тема все то же самое. Что вы говорите? Я обманываю свои зрители. Прошу бы сказать. До конца он второй. Рассказываю. Для того, чтобы не обманывать зрителей, призываю всех зрителей открыть Минские соглашения и скачать их. У меня в руке копия с подписями. Видите, каждая страница с подписями. То есть это фотокопия в PDF, которую можно скачать на сайте ОБСЕ. Она, эта копия составлена на русском языке. На сайте ОБСЕ, в разделе, вы можете ее скачать. Не проблема. Это не скрытая информация. Что интересно, ссылку на Минские соглашения вы не найдете даже в Википедии. Для россиян это такая тайна за семью печатями. Там в Википедии, в русской Википедии расписаны все пункты. Все там написано, все прописано с пояснениями, с объяснениями. Кстати, там интересное объяснение, что согласно данным и мнению финских ученых, финского института геополитики, информацию о котором я искал, искал и не нашел абсолютно никакой, что Торнадо-С попал в Минские соглашения по ошибке. Это вранье, поскольку там же на сайте ОБСЕ можно скачать первые Минские соглашения. И там указано не только Торнадо-С, который теоретически мог бы попасть по ошибке. Ну, одна ракетная система залпового огня, но еще есть Торнадо-Г и Торнадо-У. А когда указано три системы, которые принадлежат исключительно Министерству обороны Российской Федерации, то и сомнений не остается, что они туда попали не случайно. Поэтому все те документы, на которые я всегда ссылаюсь, это открытые источники информации. И на сайте Организации Объединенных Наций можно скачать резолюцию и самому ее изучить. И на сайте ОБСЕ можно скачать Минские соглашения и изучить. Можно скачать отчеты ОБСЕ, которых у меня полная... Все, не хочешь слушать, но перебивать мне тоже не нужно. Нужно же было дослушать до конца. Либо установить простые правила, не перебивать друг друга. Есть Минск-1. Есть отчеты ОБСЕ, которых у меня масса. Масса, в которых указано, что есть и Буратино. Это страшная штука, как бы она не весело звучала. Буратино это огнеметная система ТОС-1 Буратино 220 мм. Это страшное оружие убийства, страшнейшее. Это зафиксировано в отчете ОБСЕ от 28 сентября 2015 года. Вы можете открыть заявление Министерства иностранных дел в Великобритании, которое спрашивало у Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства обороны. Какого черта ваши панцирь С-1, это системы противовоздушной обороны, делают в Шахтерске и в Донецке. И предоставила фотографии с привязкой к местности, что в очередной раз доказывает участие армии Российской Федерации в этом конфликте, в этой войне. Мы говорим про майора Старкова и есть данные из реестра судебных решений, где указаны и перечислены вещественные доказательства. Майор Старков, он был начальник артиллерийского вооружения, воинская часть Новочеркасски. Он попал в плен под Докучаевском с КАМАЗом боеприпасов российского производства. Завернули не туда, не на тот блокпост. И суд его признал виновным. И в качестве вещественных доказательств есть перечисление всех тех боеприпасов, которые были с ним в этом КАМАЗе. В том числе и ящики с выстрелами ОГ-7В «Осколок». Выстрелы ОГ-7В «Осколок» это выстрелы к РПГ, которые производятся и приняты на вооружение исключительно армии Российской Федерации и приняты на вооружение в 1999 году. Они не являются советскими образцами вооружения. Но если мы говорим про патроны калибра 7,62 общим количеством в 11 466 штук или патронами 5,45 в 91 800 штук, это указано в решении суда, то, ну понятно, они могли быть советского производства. 5,45, 7,62, мало ли там, в Советском Союзе в 80-х годах сделали. Но ОГ-7В «Осколок» ящики с выстрелами произведены в Российской Федерации и подотчетны какой-то воинской части, которая их выдала для войны. Что и в очередной раз доказывает присутствие армии Российской Федерации на Донбассе. Если мы говорим про отчеты ОБСЕ, то там новейшая система в 2018 году, новейшая система ТОРН, это система радиоразведки, электронной разведки. Еще тут куча отчетов. Р-330Ж «Житель» – это станция «Помех», новейшая система, разработка новейшая последних годов. Еще армия Российской Федерации этой системы не оснащена полностью, а уже ОБСЕ публикует фотографию с привязкой к местности, четко указывая, это можно найти тоже в отчетах ОБСЕ, в заявлениях ОБСЕ, что так и так вот здесь находится. Р-330Ж «Житель», четко опознанная, с четкими параметрами, как она выглядит. Это все указано в отчетах ОБСЕ. Еще раз обнаружили ТОРН. Вот обнаружили систему. Эта система, как у нас называется, что это у нас? Это у нас... это у нас есть тема вот так вот такое количество этих систем r 934 вариант это мы про что сейчас говорим а это светку называется система светку название такое еще как из киндзадзад ку-ку это светку это тоже новейшая система это не ли то оружие не летального характера но тем не менее это системы вооружения российской федерации в отчете от 10 августа 2018 года вы найдете такие системы как красуха леер были на и репеллент это в отчете оба из и вы можете скачать его на сайте оба из и и таких доказательств огромное количество самое главное доказательство участие в этой войне российской федерации которая признает сама эта подпись вашего посла в минских соглашениях и участие в трехсторонней контактной группе за номером три участников вооруженного конфликта войны 2 это украина и россия и в качестве посредника выступает еще обсе поэтому российская федерация однозначно потерпит поражение поскольку мировое сообщество организовала целая коалицию которая накладывает санкции на россию за невыполнение минских соглашений и экономика российской федерации уже в полной жопе победа будет за нами однозначно и довольно скоро российская федерация остается только передать привет и на этом собственно этот ролик можно и закончить